Приветствуем всех на канале Верднесс ТВ. Мы команда верднессов, команда спасения животных. Вот Рыжик более двух лет назад прибился на предприятии и остался там жить, периодически уходя по своим делам. Каждое утро с начальником он проводил планерки и каждый вечер уходил гулять, но однажды он вернулся на двух передних лапах, а задние волочил за собой. Со слов очевидцев Рыжика сбил автомобиль. Он не мог самостоятельно сходить в туалет, не мог ни сесть, ни встать. Ему явно нужна была медицинская помощь. Мы отвезли его к врачу, отжали мочевой пузырь, помыли и на следующий день мы отправились на рентген, о чем сейчас и расскажем. Рыжиком вот для Андрея Валентиновича. Надо помогать? Или пока нет? Надо смотреть. И вчера он не писал сам, ему отжимали мочой. Ну да, да. Повышеное чувствительность возрасте вдоль позвоночника, он беспокоится, очень похоже, что травма позвоночника. Сейчас сделаем рентген. Тут даже, если прощупать, по-моему, вот тут где-то даже такое есть. Ну да, вот я чувствую, вот именно мышцы напрягаются, ощущаются некомфортные болезни. А ему вчера даже нравилось какой-то момент, вот тут мы вытирали, я его помыла, вот тут вытирала, ему прям нравилось. В сморби где-то больно, где-то наоборот идет чувствительность, то есть. Вот Сагина, да я смотрю, как будто протянуто. Ну, он полз, говорят, на передних лапах, поэтому задние волочил. Морби. Да, 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 да. Сагина. У нас есть немоторакс. Удар был однозначно. Неравномерное распределение воздуха в лёгке, то есть смещение. Уголок должен прилегать практически к позвоночнику. Он опустился, как будто перышко так вниз ушло. Этот уголок должен быть вот здесь, вот сюда. Это говорит о том, что его смещает воздух. Не четкая картина сердца, не красивого овала. То есть его воды при этом нет, жидкости нет. То есть у гидроторакса нет, пневмоторакс есть. Дальше. Вот здесь у нас у болезких. Самое главное, да. Вот. Воды нет, жидкости нет никакой. Хорошо. Гидроторакса нет. Умеем пневмоторакс. Перелома позвоночника нет, что очень хорошо. По неврологическому осмотру мы обнаружили неврологический дефицит и патологический перекрёстный рефлекс. Это говорит о травматизации самого острого мозга. Вот это вот кишечник или нет? Да. Это кишечник. Это кусочки, это какашки. Оформленные прямовалы, курочки. То, что в сторону, это нормально, да? Просто мы на спине сделали. Куда перевалилась, понятно. Да. То есть по левой стороне идёт и вот переходит в центр и примут пешку и выходит на выход. Таз он на месте, таз целый. Перелом позвоночника и позвонков не видно. Таз позвоночника с ушибом и сотрясением спинного мозга. Это примерно как у нас, помните, недавно был котик-барсик. Примерно то же самое, да? Ну да, скорее всего, да. Слава Богу, потому что особенно то, что хвост не шевелится, переживала, что позвоночник... Всё, понятно. ...садина, иначе раздаётся какое-нибудь воспаление. Так, тут реакция принципиально. Теперь противоречивайте какой-то... Салитазон надо поколоть 5 дней, снять отёк со стороны спинного мозга, потом надо попытаться восстановить рефлексы и убрать отёк, потому что это логический рефлекс. Говорит о том, что... Ну, рассмотрим вариант ушиб и отёка спинного мозга, то есть что-то туда дает. Воспалительная жидкость или гематома. Нужно снимать этих мозг и будет угибать. Так, мы так симпразон принимаем. Всё, ладно, всё. Всё, остальные друзья сейчас останутся за кадром. Мы сейчас обсудим детали лечения. Рыжик сейчас отправится в бесплатную санчасть. Доснимем мы вам его там, подселим его к Матильде, к кошке. Чтобы ей скучно не было, чтобы ему веселее было. Всё, следующий кадр будет уже оттуда. Милый рыжик, ты просто обязан восстановиться и встать на все четыре лапы. А мы для этого сделаем всё возможное. А ещё лучше восстановиться, встать на четыре лапы и найти новый дом. И, конечно, первое время в больничном боксе тебе будет неуютно и даже, возможно, страшно. Ведь ты уличный бродяга и привык к просторам. Но и здесь, рыжик, мы подумали о твоём комфорте и подселили тебя к нашей красотке Матильде, которая тоже проходит лечение. Красотка Матильда очень хорошо и спокойно приняла рыжика. Для кошек это скорее не характерное поведение. Обычно они защищают свою территорию. Но и Матильда, и рыжик находятся на лечении. Это тоже играет свою роль. Здесь они понимают, что каждому нужна помощь. Рыжика к Матильде ведёт себя девочка адекватно, спокойно, не буянит. Очень интересный ей парень новый. И, кстати говоря, вот как у нас чувствует себя Матильда. Ходит она с самого первого дня, зацепилась. Чувствует себя отлично. Ну вот, сами видите. Всё у нас хорошо. Урчим. Попонку сняли. Скоро швы снимем. Рыжик пока не понял, где он находится. Но я думаю, что всё у нас придёт в норму. Всё, околы мы все сделали. В общем, держите кулачки, чтобы рыжик встал, побежал. Чтобы Матильдочка пошла. И чтобы каждый нашёл свой дом, конечно. Всё. Держите кулачки. С миром по нитке. Первая в России бесплатная вид санчасти. Лоскушка. Надо тебе было не Матильды назвать, а Лоскуша. Да, вот такая кошка. Рыжик тоже очень ласковый. Просто он пока в шоке. Уверена, что завтра мы придём, найдём углодки. Всё. Оставляем малышей знакомиться дальше. Ведите себя хорошо. Никуда не уходите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok